Добрый день. В этом номере ГУДКа на третьей странице читайте о том, как в Красноярске решили проблему при вокзальной парковке. В долгие годы трудно было припарковаться перед Красноярским вокзалом. По сути дела здесь могло разместиться всего лишь 40 машин. И то с трудом. И то чаще всего эти места были заняты машинами работников офисов, близлежащих. И водителям часто приходилось, привозят человека, своего родственника на вокзал, и приходится остановиться под знаком запрещающим, нарушать правила дорожного движения. Дорога не раз обращалась, в частности, дирекция железнодорожных вокзалов, к мэрии с просьбой помочь в ситуации, выделить место. Однако это было затруднительно, тем более, что рядом строился метро Красноярское. Но не было несчастья, это несчастье помогло, потому что все-таки удалось с помощью метро, а точнее с помощью того, что его законсервировали, это строительство, добыть место. Метро пока законсервировали, и стройплощадку отдали под парковку. И, соответственно, сейчас здесь, перед вокзалом, сможет разместиться 300 автомобилей. Это в 7 раз больше. Конечно, решение временное, потому что в конечном итоге все-таки строительство метро вознобновят, но, наверное, за эти годы найдут какое-то другое решение. Уважаемые читатели, в свежем номере газеты «Гудок» на пятой странице вы сможете прочитать интересное и неоднозначное мнение машиниста из Нижнего Новгорода Сергея Кургузова, который вот уже год вводит новый скоростной поезд «Сапсан». Хотя машинист считает, что внедрение высокоскоростного движения в России, безусловно, необходимость и имеет множество положительных сторон, все-таки существует, нельзя его оценивать однозначно, существуют некоторые недостатки. Например, он называет среди таких недостатков расслоение персонала машинистов. К примеру, он считает, что машинисты пригородных поездов стали относиться более завистливо к тем, кто сегодня водит «Сапсаны». И микроклима в коллективе в связи с этим несколько ухудшился. Кроме того, не всегда положительно реагируют на внедрение новых поездов местные жители, вблизи домов которых проходит «Сапсан». Он говорит, что часто в этот поезд кидают палки, камни, получаются вмятины. И, в конце концов, люди еще не привыкли к таким скоростным поездам, и по старинке не боятся их, ходят по путям, а между собой называют поезд «белой смерти», поскольку было уже несколько трагичных случаев с летальным исходом, когда поезд сбивал людей. Тем не менее, Кургузов считает, что это лишь дело времени, и надо менее консервативно относиться к новой технике и реформам на железной дороге. О новой молодежной инициативе читайте в «Свежем номере Гудка». На седьмой полосе мы расскажем о молодежном движении «Юфтайм», которое родилось как инициатива молодежного родовского форума, молодежного крыла, диалога цивилизаций. В эти выходные близ Барнаула пройдет летняя школа «Юфтайм». Там соберутся 50 человек в возрасте от 23 до 30 лет, самые активные члены движения из двух десятков стран мира. Рабочие группы «Юфтайм» в разных странах уже создали несколько проектов, посвященных сценариям будущего. И теперь эти работы предстоит свести воедино. Чем желающие займутся на дискуссии в Барнауле? Кроме того, участникам предложат поработать над другими проектами движения, например, над созданием интерактивной площадки «Футурообраз». Лидеры движения считают, что не изучив прошлое и не понимая настоящее, невозможно представить себе и будущее. Поэтому на прошлогоднем молодежном родовском форуме в первый же день была организована акция в игровом формате под названием «Футурообраз». Участников разделили на команды и поставили задачу расшифровать артефакты, предметы из прошлого. Все ребята с большим энтузиазмом занялись исследованием исторических символов. А на следующем этапе им предстояло изучить 12 основных уроков жизни человечества, после чего записать видеообращение к современным людям о необходимости задуматься над своими ценностями образа жизни. Процесс оказался настолько позитивным, что его было решено развивать. Студентам школы также предстоит начать подготовку к индийскому молодежному форуму, который пройдет в следующем году, и поработает над подготовкой нынешнего Радовского. Он состоится в октябре и станет главным событием этого года в развитии Юфтай. В этом номере мы расскажем о том, что украинским железнодорожникам поднимут зарплату. Руководитель Украинской железнодорожной администрации Владимир Козак пообещал повысить зарплату железнодорожникам в 2011 году на 20%. В Украинском профсоюзе железнодорожников нам рассказали, что в текущем году зарплата уже повышалась на 5 и на 8%. И если железнодорожники покажут хороший результат работы за 9 месяцев, то зарплата повысится еще на 7%. В профсоюзе также рассказали, что за май средняя зарплата по железной дороге составляла где-то 400 долларов, что выше в среднем по стране. Но тем не менее из-за кризиса темпы повышения заработной платы значительно уменьшились. Также руководитель железнодорожной администрации Владимир Козак пообещал не увольнять железнодорожников. Он дал поручение кадровой службе проследить, чтобы все работники железной дороги трудились на своих местах и выполняли поставленные задачи. Кроме того, глава железнодорожной администрации пообещал, что до конца лета этого года будут определены параметры обеспечения жильем работников железной дороги. Сегодня на страницах нашей газеты вы сможете прочитать интервью с известным спортсменом, призером олимпийских игр и чемпионатов мира по скелетону Александром Тутяковым, который выступает за центральный спортивный путь «Локомотив». Сейчас у нас на дворе лето, но для представителей зимних видов спорта как раз такая наступает самая горячая пора в подготовительном периоде, потому что вся основная база закладывается у них именно летом. Вот Александр рассказал о том, как проходят у него тренировки. Сейчас основной упор делается на общую физическую подготовку, потому что она очень важна для скелетонистов, которые, в общем-то, прикладывают немало усилий для того, чтобы разогнать скелетон. В общем, важен очень быстрый бег, взрывная стартовая скорость. И, в общем-то, где-то с мая Александр начал тренировки активные. Все они были связаны с бегом, с работой со штангой на взрывную скорость. А сейчас команда скелетонистов наших работает на базе в Подольске. Это связано с тем, что в Красноярске, где Александр занимался, началась реконструкция стадиона, и вот им пришлось временно сменить место работы. В Подольске они по-прежнему занимаются ОФП, а уже непосредственная работа над такими тонкими техническими элементами, как разгон, начнется в середине августа, когда сборная отправится в Павловск, в Воронежской области. И там есть рельсовые эстакады, как раз там будут тренировать основные элементы разгона. Ну, Александр также поделился своим мнением, своими впечатлениями о прошедшем отдыхе. Все-таки отдых у них тоже был весной. рассказал о том, как относится к своему родному городу Красноярску, признал, что никогда бы не променял его на Москву, к шуму и суете, который не может привыкнуть. Ну, и рассказал также немало интересных вещей. Ну, а подробнее о том, чем сейчас занимается Александр Третьяков, о его планах на будущее, вы узнаете на страницах нашей газеты. Субтитры создавал DimaTorzok